Всё будет с вентиляцией, как положено. Всех буду инструктировать тоже, чтобы было более безопасно у нас. До недавнего времени Владимир Черепахин был в числе тех, кто не соблюдает меры безопасности. Хранил газовый баллон в неположенном месте. А такое пренебрежение к собственному жилью может нанести вред не только самим хозяевам, но и соседям. Отдельное внимание временным хозпостройкам, в которых незаконно проживают люди. Именно такие бывшие бытовики наиболее пожарно опасны. Как случилось это в бараках на улице Транспортная. Серия пожаров, прошедших в этом месяце, наглядно показала – соблюдать осторожность нужно во всём. К беде может привести и неправильное использование печного оборудования, и мощных отопительных приборов при некачественной электропроводке. Нужно помнить о том, что все розетки, вилки и приборы должны быть исправными. Нагревательные приборы запрещаются размещать вблизи штор, мебели. Также электроприборы не следует оставлять в режиме ожидания. Нужно обязательно выключать все приборы из розетки. Об этих простых правилах государственные инспекторы пожарного надзора напоминают всем жителям гаражных кооперативов и бараков во время рейдов. За несоблюдение мер безопасности жильцов привлекают к административной ответственности. Но не только этим опасны подобные строения. В большинстве случаев гаражные кооперативы и вагончики сдаются в найм, а вот личность временщика не всегда проверяется. И здесь уже бдительными нужно быть не только хозяевом, но и председателем кооперативов, садовых товариществ и ТОСом. О том, какие меры нужно предпринимать, чтобы не допустить трагедии, Анатолий Пахомов обсудил с ними на сегодняшней встрече. Главная наша задача – это быть бдительными, обращать внимание на неизвестные, незнакомые предметы. И, конечно, самое главное, на что мы должны с вами обращать внимание – это на неизвестных нам жителей. Хочу сказать, что максимальное большинство наших председателей ТОСов, председателей садовольских товарищей, председателей гаражных кооперативов, домкомы – действительно очень порядочные. И благодаря их работе полиция отработала почти за тысячи разных мероприятий. Без этих мероприятий 800 были действительно лица, на которые вы указали, они имели проблемы с законом. И, конечно, благодаря тому, что они были выявлены, то, что, может быть, они замышляли, то, что они могли сделать, этого не произошло. Поэтому я отмечаю, что то решение, которое мы когда-то вместе с вами приняли на антитеррористической комиссии, когда сказали, что все председатели ТОСов, квартальные комитеты, гаражные организации, садоводческие, просто обязаны по каждому дому, по каждому объекту недвижимости дать информацию правоохранительные органы. Кто это сделал, огромное вам чайское спасибо. В целом, обстановка в Сочи спокойная, отметил Анатолий Пахомов. Курорт находится на третьем месте по обеспечению общественной безопасности. На сегодняшний день в охране общественного порядка задействованы шесть добровольных народных дружин, которые ежедневно патрулируют улицы курорта совместно с казаками и полицейскими. Но вопрос безопасности должен быть на первом месте не только у правоохранительных органов, но и всех жителей, и формальности в этом недопустимы. Житель улицы Альпийской Владимир Черепахин это уже понял. Теперь будет следить и за бдительностью соседей.